При этом опасности в иркутских дворах сейчас предостаточно. Стоит только посмотреть на крышу домов. Шапки Долой этот призыв в преддверии весны актуален и для людей, и для крыш. Причем последние должны избавиться от снежного головного убора еще до наступления тепла и при помощи профессионалов. Иначе такое переодевание может стать роковым. Снежные шапки на бекрень для иркутска явление повсеместное. С этого здания, судя по всему, головной убор за зиму не снимали ни разу. Это подтверждает количество валанов. Красивая шапка только внешне. На самом деле это несколько килограммов хорошо слежавшегося снега. Удивительно, но своеобразный головной убор мы обнаружили даже на одной из поликлиник. Прямиком над дорожкой, где пациенты сокращают путь. А наросты на остановочных пунктах готовы посоперничать в величии с шапкой Мономаха. Удивительно, но словить все это великолепие на свою голову иркутяне не боятся. Мимо зданий, да. Ну а здесь как бы на трава смотрю больше. Стараюсь обходить. Вот и все. А бояться есть чего, если крышу не очищали всю зиму. На каждый квадратный метр оказывают давление около 50 килограммов снега. Так что этот усатый весом в пару-тройку кило сильно рискует, расположившись под снежным беретом. Почему-то владельцы магазинов, несмотря на достаточно небольшой объем работ, связываться с переодеванием крыш не спешат. Посоперничать с ними в лени могут только управляющие компании. И тех, и других наказывают рублем. За три месяца в Иркутске обследовано более 6 тысяч зданий. В третий из них игнорировали уборку сосулек и снежных шапок. В среднем, наверное, 50% в течение двух дней убирает территорию, проводит очистку от наледи, сосулек, снега и так далее. Однако уже составлены некий антирейтинг. Уже есть компании, которые не реагируют. К таким управляющим компаниям относятся Народное, Северное управление жилищными коммунальными системами, Южное управление жилищными коммунальными системами и компания Иркут. Уже есть и первые пострадавшие от невинных, на первый взгляд, белоснежных кепи и беретов. Хозяину этого авто придется ликвидировать вмятину. Стой на месте машины человек, наверняка он бы уже стал пациентом травмпункта. Потому что от такой снежной шапки вас не сможет уберечь никакой головной убор. Алена Полоненко, Виталий Перетолчин. Новости по будням.